Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире студия «Вечерний Дмитров». Сегодня четверг, а это значит, что прямо сейчас на нашем телеканале вас ждет традиционный разговор в прямом эфире. На этот раз у нас в гостях заместитель главы администрации Дмитровского муниципального района по молодежной политике Елена Александровна Виноградова. Добрый вечер! Нам с вами предстоит поговорить о предстоящем праздновании Дня Победы и поговорить о программе предстоящего семейного форума, а также остановимся на летней оздоровительной кампании, существующем положении дел в образовании, в культуре и о том, какие спортивные и культурные мероприятия ждут нас в ближайшем будущем. К тому же у вас, уважаемые телезрители, есть прекрасная возможность задать свой вопрос нашей гости. Так что звоните нам по телефону 4-22-33, либо пишите на наш сайт dmitrovtv.ru. Ну а начнем мы на сегодняшний эфир Елена Александровна Виноградова с главного события, предстоящего празднования Дня Победы. То есть часть мероприятий уже прошла, что-то еще предстоит, может быть, не в самом городе, а в поселениях. Итак, давайте обо всем в порядке. Пожалуйста, вам слова. Ну, еще раз добрый вечер, уважаемые дмитровчане, жители Дмитровского района, гости, кто к нам приехал. Хотелось бы действительно рассказать о тех мероприятиях, которые мы будем проводить 9 мая. Это один из важнейших дней в нашей стране. И, конечно, дмитровчане достойно готовятся к этому празднику. Я хочу сейчас вот буквально, хотя анонс мы разместили на сайте администрации Дмитровского муниципального района, управление культурой, программы есть практически во всех сетях, но в то же время хотелось бы о каких-то нюансах сказать. Но прежде всего мы обязательно организуем показ военной техники. И поэтому хочу предупредить, и здесь, конечно, не обижаться наших дмитровчан, гостей города, ряд улиц будет перекрыт. Об этом информацию мы дадим также и вам в студии местного телевидения, в сетях разместим, чтобы заранее мы могли спланировать свои выезды и, соответственно, достойно подготовиться к проведению праздника. И, конечно, мы будем традиционно проводить и акцию «Солдатская каша», но это мероприятие, если, допустим, выставка будет уже с самого утра, начиная с 9 утра работать, то «Солдатская каша» с 12 часов. Сам праздник на Советской площади традиционно начнется в 10 часов с военного парада. Поэтому все участники парада, они приедут золоблаговременно, начиная построение у нас с 9 часов до 9.45 минут. Участники парада у нас прежде всего это военные, Сергея Посадского гарнизона. У нас будет 8 парадных расчетов, и, как всегда, наши ребята, школьники, воспитанники кадетских классов также примут участие в этом замечательном мероприятии. Но в этом году Управление образования, и я благодарю родителей, классных руководителей образовательных учреждений, которые очень серьезно готовятся к празднованию Дня Победы. Потому что наши образовательные организации, начиная с дошкольников, они покажут, и все рода войск, и те юбилейные даты Великой Отечественной войны, все можно будет увидеть. Михаил Николаевич, спасибо вашей студии, потому что вы установили экран, мы сегодня его развернули так, чтобы можно было не только что ветерана, а максимальное число все-таки зрителей могли бы увидеть все мероприятия, которые будут проходить на Советской площади. Тем более вы делаете проецирование прохождения парада на экран, и я думаю, огромное количество наших дмитровчан и гостей города увидят в полном объеме это мероприятие. Конечно, ждет и театрализация, и самое главное, это политическая акция, бессмертный полк, где мы покажем объединение прежде всей нашей страны, всего народа в почтение именно к старшему поколению, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Часть у нас будет наших дмитровчан задействована непосредственно во время празднования на Советской площади. Они придут уже с портретами своих близких и родственников, которые принимали участие в годы Великой Отечественной войны. Но мы подсказываем, если у вас нет близких людей, можно, у нас было очень много героев во время Великой Отечественной войны, и мы об этом говорили на всех наших мероприятиях. У нас с вами 19 героев Советского Союза, только Дмитровского района. Далее, есть такие, как Лиза Чайкина, Зоя Космодемьянская, Виктор Тололихин. Этот список можно продолжать, продолжать. Можно пойти с портретами этих героев. И те, кто смогут попозже подтянуться и хотят принять участие только именно в акции «Бессмертный полк», то с 10.30 мы начнем уже формировать эти колонны непосредственно от перекрестка по почтовой улице. Я хочу обратить внимание, что, конечно, мы будем пытаться организовать людей. Во-первых, мы будем просить, чтобы люди построились в колонны по шесть человек. Построением будет заниматься управление культурой. Они, сотрудники управления культурой, они будут одеты в бирюзовые ветровки. И убедительная просьба здесь с пониманием относиться. И я думаю, у нас с вами пройдет все очень организованно, как и в прошлые годы. Конечно, здесь будет во время церемонии и возложение цветов, и торжественная часть, кроме военного парада. И обязательно будет у нас театрализация. И хочу сказать, что мы в течение всего дня будем работать на Советской площади. Да, предусмотрены технические перерывы, но они очень-очень небольшие. И здесь хочу обратить внимание, что, как всегда, у нас 18.55, во всей стране до 19.00 будет минута молчания. А после этого будет тоже праздничная программа, которая в 22 часа завершится праздничным фейерверком. Обязана сказать еще о том, что, как всегда, празднование у нас также будет параллельно и на Перемиловской высоте. Но посовещавшись и учитывая количество участников, просто очень много людей звонит, руководители предприятий. И на сегодняшний день, поэтому мы чуть-чуть смесили информацию для всех на Перемиловской высоте. Мы планируем начать тоже торжественную часть, торжественный митинг. Там тоже будет акция «Бессмертный полк» в 13.00. То есть буквально после того, как пройдут мероприятия на Советской площади. Поэтому приглашаем всех принять участие в праздничных мероприятиях. Но мы уже говорили, что можно изготовить фотографии родственников самих, чтобы обязательно максимальное количество у нас с вами людей пришли. И мы приглашаем именно, чтобы семьями пришли, чтобы детки узнали о подвиге своих близких людей, дедов, прадедов. Это очень и очень важно. Понятно. Елена Александровна, но это то, что непосредственно 9 мая. А еще, допустим, сегодня у нас будет мероприятие. Совершенно верно, Михаил Николаевич. Дело в том, что я хочу поблагодарить руководителей образовательных организаций, учреждений культуры, глав городских и сельских поселений. Потому что у нас практически по всему Дмитровскому району проходят праздничные мероприятия. Управление социальной защиты, Управление образования принимает участие в таких акциях, как «Этажи заботы». И надо сказать, что действительно практически на всех территориях проходит встреча главпоселения с ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны. И надо сказать, мы уже такие встречи на уровне районном проводим. Сегодня состоялись очень важные мемориальные мероприятия, такие как 49-й по счету автомотопробег по местам боев. И наша колонна проехала по таким местам, где шли кровопролитнейшие бои, и очень много погибло людей. Ведь у нас, мы всегда на всех митингах напоминаем, что более 5000 советских воинов покоятся на нашей Дмитровской земле. Это еще не все найдены, порядка 200 человек. Наши поисковики уже нашли, и на сегодняшний день эта работа продолжается. Еще не все найдены, и идет активная работа поисковиков и с подольским архивом военным. И на сегодняшний день группа Сергея Рыбакова активно принимает участие не только на Дмитровской земле, но и в тех местах, где проходили бои. И сегодня же также в управлении образования совместно с управлением по молодежной политике и спорту проводили традиционную легкоатлетическую эстафету. Проходят концерты, то есть очень много мероприятий. Вот сегодня в 20.00 можно будет на торговой площади увидеть автофлешмоб. И именно из машин будет выстроено слово «Победа». И мы хотим, конечно, чтобы в этом участвовали как можно больше. Но мы уже определились, честно говоря, чтобы то, что там это не так просто, это по схеме. Но очень все продумано. Я благодарю, прежде всего, управление пределами молодежи, которые эту акцию поддержали. И, конечно, мы благодарим. И здесь тоже прошу относиться с пониманием. Мы смотрим все с вами телевидение, слушаем радио и видим, что обстановка не очень простая. Поэтому мы в тесном контакте работаем с силовыми структурами. Поэтому тоже будут приниматься беспрецедентные меры безопасности. Поэтому будет прохождение на Советскую площадь непосредственно через рамки металлодетекторов. Я думаю, это правильно. Но вместе с тем, по максимуму будет дана возможность метровчанам и гостям города принять участие. Да, конечно. Именно это хотелось сказать, чтобы действительно не получилось так, что площадь, может быть, полупустой будет, а народ будет стоять за рамками и будут не пускать. Либо, может быть, уменьшить зону эту как-то. Значит, я хочу сказать. Во-первых, мы сегодня и вообще и завтра проводим отдельные совещания с силовыми структурами. И вот просматриваем, чтобы максимальное количество людей, которые хотели бы поучаствовать в торжественных мероприятиях на Советской площади, имели такую возможность. Мы даже и ряды перемещаем, где будут сидеть у нас ветераны, чтобы могли сопровождающие с ними прийти. То есть мы максимально делаем все, чтобы как можно больше людей приняло участие в этом важнейшем политическом мероприятии. И, может быть, еще одно пожелание. Может быть, чтобы как можно больше людей могло участвовать в автомотопробегах, может быть, все-таки его устраивать в выходной день. Тогда, может быть, открытием мотосезона было огромное количество мотоциклистов. И они поехали, в принципе, по тому же маршруту, что и автомотопробегом. Но количество людей гораздо меньше. Поэтому, может быть, есть смысл подумать. Я думаю, что мы прислушаемся. Плюс Дмитрович, они, может быть, кто-то тоже захотели бы проехать. Я думаю, что мы прислушаемся. Но вот почему, честно говоря, нам несколько лет назад было рекомендовано не брать выходные дни. В это время настолько перегруженные выходные движения по Дмитровскому шоссе. Мы же проезжаем по Дмитровскому шоссе, потом выезжаем на Бетонное кольцо, на Рогачевское шоссе. И настолько стеснено. И вот, опять-таки, именно по настоятельной рекомендации, чтобы обеспечить... Силовую страду, да? Да, потому что... Ну, здесь, может быть, знаете, что, может быть, тоже надо относиться уже с пониманием. В Москве, например, более 20 улиц перекрыли на протяжении всей недели. Перекрывают, пока идут репетиции. И люди относятся, и автомобилисты с пониманием. Вот. Но вот я думаю, что, наверное, мы придем своим сознанием, чтобы не обижаться на местные органы власти, что мы организуем такие мероприятия. А я с вами соглашусь, наверняка бы еще большее количество участников было. Хотя полные автобусы, благодарны Совету ветеранов, активно. Молодежи и вот байкеров. Вот сегодня было 11 единиц только техники байкеров. Но, опять-таки, в выходной мы видели, сколько было. Да, около 300. Это совершенно другое. Но, надо сказать, подтянулись. Были не только Дмитровские. Ну, понятно. Не, ну, какая разница? Потому что они приехали бы, они бы проехали, посмотрели бы, где у нас захоронение. Поэтому, я думаю, что мы придем к тому, что выходной будем проводить. Но, конечно, на нас будут обижаться наши гости из Москвы, которые приезжают на дачи. Но, наверное, к этому тоже надо будет прийти. Да мы пойдем по встречке. Они же будут сюда. Пойдем к ним на встречу. Поэтому, может быть, они... У нас Рогачевское шоссе как раз. Вот, и вот участок питонки, связывающий Дмитровская и Рогачевская. Вот это, конечно, это очень проблема. Хорошо. Елена Александровна, вопрос такой. Погоду заказали? Да. Я вообще вот так говорю уверенно. Вы знаете, мы все люди православные. Говорим, молитесь. И по молитвам дано будет вам. Это Иоанн Кроштадский писал, что он писать. Ну, конечно, мы молимся о том, чтобы была погода хорошая. Ну, и надеемся и на помощь Москвы, потому что... Потому что долгосрочный проезд был... Прогноз был очень неблагоприятный, да? Да, да, совершенно верно. То есть там 5-6 грамм 100 тысяч. Мы знаем, что... Мы следим за информацией. В Москве, в столице нашей, будут принимать меры, что не только они разгонят в сторону области облака, но вот когда вот эти мероприятия проводит Москва, все-таки нам достается хорошая тоже погода без дождя. Но опять-таки, я говорю, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Надо одеваться теплее и вот здесь готовиться именно. И наши... Вот вспомните, когда вошли в годы Великой Отечественной войны, 41-й год, 42 градуса мороза были наши, опять-таки, предки, они воевали и... Ну, понятно. Нет, просто я помню один день молодежи, когда, ну, вот совсем плохая погода, порывной дождь, и народу... Вы знаете, я считаю, что все равно правильно, нельзя не отменять, переносить мероприятия, а тем более такие важные политические для нашей страны. Я еще раз говорю, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Это моя уверенность такая. Так, хорошо, есть звонок. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Николаевич и Елена Александровна. Во-первых, я хочу поблагодарить сердечно Коворкин-центр, которые взяли на себя такую благую деятельность и всем делали фотографии наших участников Великой Отечественной войны бесплатно и в краткие строки, и вежливо обращались. Очень большое им спасибо, низкий поклон. Также хочу поблагодарить отделение социальной защиты и организации, которая взяла на себя такое обязательство, тоже доброе, вручить продовольственные подарки к празднику 9 мая. И у меня вопрос такой. Елена Александровна, скажите, пожалуйста, как будет следовать наш бессмертный полк, по какому маршруту? Потому что мне, как инвалиду, со всеми пройти будет весь путь очень тяжело. Можно будет где-нибудь, ну, поближе к площади подойти и встать в колонну, где-нибудь в конце пристроиться со своими там портретами. Вот объясните, пожалуйста, можно будет это сделать или нет. И вас всех наступающими праздниками. И Христос воскресе! Воистину воскресе! Спасибо вам, господинникам! Ну, во-первых, то, что касается маршрута. Маршрут запланирован следующий. Сначала с Советской площади уйдут те, кто принимает, будет участие непосредственно в театрализации. И поэтому колонна начнет движение от Советской площади мимо Вечного огня в сторону районного дворца культуры. Далее эта колонна пройдет до Пушкинской, до пересечения с Пушкинской улицей. То есть они пойдут по аллее? Совершенно верно, по аллее, вот рядом со сквером на улице Загорской. Далее мы будем смотреть, есть ли людей, будет очень много, мы уже знаем по опыту, как выстраиваться. Если люди только на Советской площади, нам хватает движения только до пересечения с Пушкинской улицей. Но если людей будет больше, то мы эту колонну просто проводим дальше, до районного дворца культуры. Там мы разворачиваемся и спускаемся вниз по Советской площади мимо военной техники, по улице Загорской. Мы проходим вниз по улице Загорской и поворачиваем на улицу Советскую и идем в сторону стелы город Воинской Славы. Далее непосредственно улица Советская, стелы город Воинской Славы, улица Московская до вокзальной площади. И там мы уже расходимся. То, что касается инвалидов, которые, неправильно сказала, людей с ограниченными возможностями здоровья, то здесь буквально нужно будет пристраиваться, если есть такое желание, уже непосредственно на улице Советской. Потому что преодолеть, во-первых, такое расстояние будет очень непросто, но чтобы хотя бы определенный участок пройти и после того, как естественно, вместе со всеми влиться в колонну и пройти вместе со всеми. Ну, либо, может быть, вариант, вы говорите, от Почтовой они будут стартовать, да? Совершенно верно. От Почтовой пройти по Советской площади и там, может быть, у вечного огня закончить, если тяжело совсем. Совершенно верно. Просто проехать, тем более, что там безбарьерная среда и с Советской площади можно будет проехать. И я думаю, что наши земляки помогут где-то, где горочки, вот эти возвышенности, тоже проехать. И хотя бы, хоть какой-то определенный маршрут, чтобы быть сопричастным вот к этому очень важному событию. Хорошо. Ну, одно мероприятие мы как бы обговорили. У нас еще в мае, 19 мая, запланировано проведение семейного форума. Как возникла идея, кто автор и что вообще это поразумевает в себе? Что такое семейный форум? Ну, я думаю, знаете, что вообще у нас инициатором многих наших событий, важных социальных событий является глава района. Мы с вами никогда не проводим, когда объявляется в нашей стране, год, допустим, определенный, 2017 год, объявлен годом экологии. Но всегда еще Дмитровский район по инициативе главы берет еще обязательно какую-то социальную проблему. И вот в этом году вот такая социальная проблема, ну, не то, что это не проблема, а еще одно направление социальной политики, это поддержка семьи. И поэтому объявлен 2017 год в нашем районе и годом семьи. И, конечно, задача наша показать все грани работы в нашем районе с семьей. И вот 19 числа должен состояться такой форум, мы его будем проводить на базе экстрима нашего Ледового дворца. Но в преддверии вот этого мероприятия, во-первых, идут большое количество конкурсов. Это конкурс и сочинений, и рисунков, и фоторабот, самые семьи счастливые моменты, и семейных поделок. Я хочу сказать, что сейчас размещены, еще раз не поздно присоединиться к этим конкурсам и, соответственно, принять в них участие. Хочу сказать сразу, что организаторами конкурсов семейных поделок и сочинений, это управление образованием, по сочинениям это чисто управление образованием проводит, но хотя можно свои работы, и, кстати, сначала этот конкурс проходит на уровне образовательных организаций, и только лучшие работы они выносят на район. И этот конкурс мы должны провести до 12 мая. Собирает все эти работы, если кто-то хочет свою работу, творчество показать, непосредственно наш русский дом. Также и конкурс поделок у нас возложено на управление образованием. И вот на этот конкурс поделок необходимо будет все свои поделки до 12 мая тоже принести. То есть времени получается не так много стало, да? Конечно, конечно. Но опять, то, что касается учреждений образования, они у себя проводят эти конкурсы, они по одной работе выносят. Но мы приглашаем всех дмитровчан принять участие в этом конкурсе. Но это не просто какие-то поделки. Очень важно подчеркнуть в положении, что вот эти поделки, они сделаны все, но не один там ребенок, а чтобы вся семья делала. В положении прописано, что поделки должны быть объемными, устойчивыми и высотой не менее 70 сантиметров. И я хочу сказать, по каждому конкурсу у нас предусмотрены поощрительные призы. Дальше то, что касается конкурса, значит, фоторабот, их надо отправлять на электронную почту нашей газеты «Дмитровский вестник». Везде созданы, соответственно, жюри. Я хочу сказать, тоже работы уже поступают в электронном виде. И непосредственно мы здесь по конкурсу фоторабот сроки установили до 15 мая. И хочу сказать следующее, что вот кроме того, что вот эта семейная работа проходит, мы еще решили сделать, что в преддверии самого форума, который состоится 19 числа, мы 17 проведем дни открытых дверей. практически во всех учреждениях социальной сферы. Образование, здравоохранение, социальная защита, управление опеки, молодежной политики, культуры и так далее. И примет участие та же в этом наша русская православная церковь, потому что мы работаем в теснейшем контакте. Но я не сказала главной, что конкурс, наш семейный форум, он будет проходить под девизом «Крепкая семья, сильная Россия». Мы гордимся нашей страной, нам есть что сказать, а благодаря вот такой семейной споченности наша страна живет и будет жить, мне кажется, всегда. И поэтому мы еще хотим обязательно, кроме дня открытых дверей, у нас будет 19 числа проходить тоже в два этапа форум. Мы сначала в 11 часов встречаемся и показываем, проводим круглые столы. И вот здесь буквально каждое управление, каждое направление должны показать формы работы с семьей. должны показать те, нехорошее слово, я его не люблю, услуги, но сейчас все так называется у нас услугами, как работает каждое направление, какие услуги, какими формами работает с семьей. И уже непосредственно в 15 часов, вторая половина дня, мы уже здесь проводим следующую работу. Мы приглашаем наши самые лучшие многодетные семьи. Такая тоже работа у нас идет по подбору. Мы знаем, у нас есть очень много семей, многодетных, приемных семей. У нас много семей, которые имеют ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, но они настолько активны во всех мероприятиях, принимают участие, мы обязательно их отметим. Мы планируем показать работу наших предприятий, нашего совета директоров предприятий, а именно по оказанию помощи семьям, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Вы, наверное, слышали, в репортажах вы показывали, совет директоров принял решение о том, чтобы поддержать в этом году одаренных детей. Вот у нас есть ребята, которые уже принимают участие в Олимпиаде всероссийских школьников, и они защищают. Есть ребенок с гимназии Дмитров, который по четырем направлениям представляет Московскую область на Всероссийской Олимпиаде. Вот у нас очень много одаренных ребят, и вот здесь мы с советом директоров подготовили такое положение и продумали, как поддерживать этих ребят. И вот те формы, которые есть, мы, конечно, о них расскажем на форуме. И, конечно, мы отметим семьи, которые вместе в браке прожили 65 лет, 60 лет. То есть мы обязательно эти семьи будем показывать, и о них будем рассказывать. Понятно. То есть, получается, участниками форума могут стать семьи не только, где есть маленькие дети, но и где есть большие дети. Совершенно верно. Потому что... Нет, просто поделки, например. Конечно, конечно. То есть не обязательно школьники. Да нет, а у нас даже написано, там до 18 лет в положении. Это тоже дети. Дети-то могут быть и постарше уже. Конечно. Семья-то все равно продолжается. Конечно, конечно. Потом мы тоже говорим, мы обязательно отметим, и династии, у нас очень много династий профессиональных. И причем эти династии не только в социальной сфере. И мы должны еще раз. Это объединительные мероприятия. Но еще хочу обратить внимание. Форумом года с земли не заканчивается. У нас пойдет потом и фестиваль цветов. Мы эту же тему с вами. Будет экология семьи. То есть в течение всего года акцент на поддержку семьи. Понятно. Вопрос такой. Кого-то приглашаете в гости же посмотреть? Да, мы, конечно, по приглашению отправили и в правительство Московской области, и, конечно, в нашу епархию. Потому что мы работаем в тесном контакте. И я думаю, что, конечно, митрополит Крутицкий-Коломенский-Увенали не оставит нашей просьбы без внимания. Если не сможет сам, то обязательно архиерея к нам пришлет. Хорошо. Ирина Александровна, теперь, может быть, есть смысл поговорить на такую тему, как летние школьные каникулы. То есть чуть меньше месяца осталось до наступления лета. И уже есть какая-то точная информация о том, какие лагеря будут открыты, какие площадки по стоимости? Что-то можете сориентировать? Конечно. Дело в том, что уже на сайте Управления образования размещено постановление об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков Дмитровского муниципального района. Хочу сказать, что на эти цели, выделенные из двух бюджетов, это областного и районного, порядка не порядка, а более 20 миллионов рублей. И на сегодняшний день мы почти 9 тысяч ребят охватим организованными формами отдыха. Хочу сказать, что, как всегда, у нас есть ребятишки, которые нуждаются в особой защите государства. И многие из этих категорий будут за 100% оздоровлены именно за счет этих средств, которые предусмотрены. Активно занимается организация этого отдыха, прежде всего, Управление образования и также Управление социальной защитой. И, конечно, здесь в сработничестве у нас Управление и культуры, и Управление по делам молодежи, Управление опеки. То есть, все мы работаем в тесном контакте. Хочу сказать, что у нас, как и в прошлые годы, будут лагеря и с двухразовым, и с трехразовым питанием. Хочу обратить внимание, что как раз лагеря, лагеря дневного пребывания, они рассчитаны на детей непосредственно от 7 до 18 лет. А вот лагеря молодежного актива, походы. То есть, мы даже прописали в распоряжении своим о том, что от 16 до 19 лет. Почему я об этом говорю? Потому что мы проводим огромнейшее количество походов различных. И здесь нам тоже, мы хотим немножко их материально поддержать. Мы уделяем деньги, честно говоря, на питание во время проведения этих многодневных походов. Ну вот буквально два слова об организации лагерей дневного пребывания. Практически все, на базе всех образовательных организаций, такие лагеря будут организованы. Более того, также будут организовывать лагеря и управление по делам молодежи и спорта. И также в этой работе принимает участие Управление культуры. В том году мы впервые провели, именно если раньше мы проводили только площадки, то теперь будут проведены и лагеря. И вот сейчас более конкретно, я буквально телеграфно, потому что, чтобы со слуха было понятно, скажу следующие цифры. У нас продолжительность будет в лагерях 21 день, меньше не предусмотрена стоимость путевки, будет 7400 рублей. Это в лагерях с двухразовым питанием. Родительская оплата 10 процентов, то есть, соответственно, 740 рублей. Далее, мы предусмотрели, что работодатель должен поучаствовать в этом процессе и в стоимости путевки с двухразовым питанием поучаствовать. И здесь должна быть заложена сумма 1670 рублей. А вот остальную сумму, почти 5000, добавляют два бюджета. Это бюджет Московской области и Дмитровского муниципального района. Хочу сказать важный момент. То, что вообще распространяется это на детей, постоянно зарегистрированных на территории Московской области. Нам разрешается брать обетишек из других регионов, но они должны тогда за полную стоимость. У них тоже на своих регионах есть своя система компенсации. Я про эту систему компенсации скажу чуть ниже. Так вот, какие лагеря у нас будут с двухразовым питанием? Таких лагерей у нас будет 24, и я их назову. Это на базе Внуковской школы, Гимназии Логос. Я профиль не называю, потому что лагеря разные. Оздоровительные, спортивные, экологические. Это все можно увидеть буквально на слух, чтобы еще раз. Внуковская школа, Гимназия Логос, Горшковская, Деденевская, Дмитровская 5, Дмитровская 8, 10, 2, 7, 9, Икшинская, Каменская 2, Катуаровская школа, Куликовская школа, Орудьевская, Подосинковская, Рогачевская, Семеновская, Синьковская 2. Далее, Цент детского юношного творчества Радуга, тоже уже второй раз будет организовывать лагерь дневного пребывания, Оливидовская, и управление по делам молодежи. И также у нас муниципальное учреждение, спортивный комплекс Дмитров, тоже для спортсменов, для хоккеистов, лагерь такой организуют. Хочу обратить внимание, что, к сожалению, в основном все эти лагеря будут работать в первую смену в июне месяце, несмотря на то, что будут одновременно проходить итоговые аттестации, ГИА и ЕГЭ, но так складывается. Но я очень благодарна, сейчас ниже скажу, что у нас буквально первая школа Дмитровская, они всегда работают две смены. А вот из двух, из лагерей, из двухразового питания, здесь у нас будет работа управления по делам молодежи и рядовый комплекс, спортивный комплекс Дмитров. Если говорить о детских лагерях с трехразовым питанием, таких лагерей у нас будет 11, и охватим мы 930 ребятишек. Здесь будет такие, опять внуковская школа, они всегда две формы организуют, кроме занятий, у нас еще и площадки будут. Это тоже гимназия Дмитров, Дмитровская номер 11, 1, 4, 3. Орудьевская, Останкинская, Рыбненская, Синьковская 1 и Яхромская 1. Стоимость здесь путевки будет несколько побольше, 9700 рублей, но родительская оплата, напомню, тоже 10%, соответственно, 970 рублей. Предприятия должны поработать на эту здесь, и тоже добавить 2631 рубль 60 копеек, у нас все просчитано, очень точно, потому что есть методики, которые мы игнорировать не можем, но зато два бюджета на путевку в лагерь с трехразовым питанием добавляют 6098 рублей 40 копеек. Поэтому здесь это тоже, я считаю, серьезная поддержка. Хочу сказать, что вот есть у нас категории ребятишек, которые, я как представитель комиссии Педагогенского и Летних, к нам обращаются образовательные организации, тоже социальная помощь на дому, они подсказывают, каких родителей, где кого, какие семьи нам нужно поддержать, и мы тоже смотрим, и бывает, либо родительскую плату берем на себя, то есть мы здесь тоже очень гибко подходим, еще раз повторяю, все ребятишки у нас опекаемые с приемных семей, это они 100% у нас попадают под льготы, и мы очень гибко смотрим, чтобы семье помочь и поддержать, действительно, те семьи, которые нуждаются в защите и помощи. Ну, надо сказать, что у нас будет огромное количество, 16 площадок, которые кратковременно, пребывание ребятишек, но они будут работать в течение всего лета. Здесь основную нагрузку на себя берут управление по делам молодежи, спорту и культуре, но я думаю, эти площадки, они будут при всех домах культуры, при всех физкультурно-оздоровительных комплексах, не только в Дмитрове, но и во всем районе, и мы охватим почти 2000 детей, вот такой организации. Ребятки будут приходить в эти учреждения, для них будет предлагаться определенная программа, занятия, педагоги с ними работать будут, то есть на лето наши учреждения, культуры, спорта, молодежи не закрываются, а продолжают работать. Далее, то, что сказать, говорю о многодневных походах, что хотелось бы сказать, здесь у нас будет, у меня вот заявлено официально 30 таких походов, вы знаете, дело в том, что вот каждое мероприятие, оно не просто так прописано, для того, чтобы сосчитать, мы обязаны обеспечить безопасность во время проведения этих мероприятий, мы должны сосчитать, знать, в каком количестве, под чьим руководством идут, мы каждый маршрут, все мы отслеживаем, и силовыми структурами мы все это просматриваем, и вот таких походов, я сказала, 30, и вот только в июне месяце на 730 человек, в июле на 440, и в августе будет организовано 535 таких походов, ну, будут еще и другие различные формы отдыха, различные экспедиции, вот очень, вот мы уже который год поддержим такие экспедиции, в которых участвует гимназия Логос, гимназия Дмитров, внуковская школа, управление по делам молодежи, такие программы мы обязаны и должны поддерживать, здесь вот в таких других формах отдыха и занятости у нас почти более чем 1300 детей. Что хотелось бы сказать про лагеря, про загородные. Дело в том, что сами мы на сегодняшний день, загородные, вы знаете, муниципалитет наш не имеет загородных лагерей, то, что касается детей, нуждающихся в особой защите, у нас с вами действуем, мы по закону Московской области еще от 2006 года. И есть соответствующее постановление правительства Московской области от 12 марта 2012 года, номер 269-8, но оно, я уже с 2012 года постоянно его называю, я думаю, все уже его наизусть выучили, именно о мерах по организации оздоровления детей в Московской области. Я хочу обратить внимание, руководители предприятий, что вы можете поддержать детей своих сотрудников и соответствующих сотрудников и получить компенсацию, если вы покупаете путевки в загородные оздоровительные лагеря. Здесь или даже в детские санатории. Область установила предельную сумму, от которой они делают, осуществляют соответствующую льготу. Вот лагеря оздоровительные, это 14 306 рублей, 50 процентов, после того, как ребенок отдохнет, может организация получить компенсацию. А если речь идет о санаториях, здесь идет предельная стоимость 15 750 рублей. Это если отдых в течение 21 дня. Но может сумма корректироваться, если 24 дня, то, соответственно, здесь небольшая корректировка проходит. Вот этим вопросом занимается управление социальной защитой и обращаться нужно непосредственно в управление социальной защиты. Это вы знаете, вот как раз рядом, где находится пенсионный фонд. На первом этаже у нас специалист рекалов Наталья Петровна занимается. То есть кабинет 3, улица Профессиональная, дом 1А. Можно позвонить по телефону, но опять мы все в интернет, эту информацию все размещаем. Есть телефоны, все 42225, легко очень запоминается, 42225, и 744177. Ну, соответственно, если с мобильным, добавляется там 8496222, то есть здесь система простая. Вот поэтому можно проконсультироваться и, соответственно, вот получить вот такую компенсацию. Хочу сказать, что данной компенсацией могут воспользоваться не только предприятия, но и индивидуальные предприниматели. Главное, чтобы они были зарегистрированы на территории Московской области. Конечно, там нужно представлять документ, что, где, как зарегистрировано. Есть пакет документов, но он очень несложный. И поэтому, конечно, мы очень рекомендуем нашим руководителям предприятия обязательно все-таки поддержать и своих сотрудников, и дать возможность в летний период, так сказать, чтобы родители спокойно работали, а детки отдыхали. Ну, кроме этого, мы благодарны именно и, значит, непосредственно нашей газовой структуре, они тоже нам выделяют путевки для работы с одаренными детьми. Вот в этом году они нам выделяют всего лишь 10 путевок для работы с одаренными детьми. Ну, и хочу сказать, что вот у нас часть нашей субсидии, она пойдет на организацию отдыха детей в Крыму. Вот на 100 детей будут Московской областью закуплены путевки. И здесь четко прописаны категории, вот в этом областном законе номер 1, дробь 206 ОЗ, вот там четко прописаны все категории, в том постановлении, которым я называла, вот там все категории, кто у нас могут попасть. Но опять-таки, к той же Стрекаловой Наталье Петровне нужно подойти, она все разъяснит. По категориям, которые нуждаются в особой защите государства, там всего лишь 4 документа. Это заявление, копия паспорта, свидетельство о рождении и, соответственно, основание, на основании которого можно эту льготу получить. Там очень все просто. Далее, вот еще раз, выздоровление, активное участие принимает Управление социальной защиты. Непосредственно на базе и Острова Надежды, и, соответственно, и на базе приюта такие будут также абсолютно бесплатные группы дневного пребывания будут организованы. Хочу сказать, что вот здесь на протяжении всего времени тоже будут они организовывать и свои площадки на базе учреждения социальной защиты, кроме лагерей еще на 541 ребенка. Вот знаете, эти цифры не просто так рождаются. Мы каждую цифру на каждого ребенка должны подтвердить перед органами, соответственно, всеми нашими, кто координирует деятельность. Прежде всего, это Роспотребнадзор, ПОЖнадзор. И в этой работе принимает активнейшее участие огромное количество людей. Вот я вот звала и Роспотребнадзор, и у нас организует также, принимает участие и подразделение по охране труда, здравоохранение обеспечивает, медицинское обслуживание всех наших лагерей. То есть работа предстоит очень и очень большая. Но мы этой работы не боимся. У нас уже на выходе практически, мы знаем, еще раз я вам назвала, не просто так цифры, это уже отработанный пакет документов. Мы людей обучили по охране труда и прочее, прочее. И с годом в год у вас это, конечно, система наработана. А вопрос такой, все, что планируется, в конце концов, это востребовано? То есть все полностью? Да, совершенно верно. Вы знаете, подновь все суммы, которые запомнили. Вы знаете, самое интересное, вы заметили, вот если мы раньше закупали путевки в загородные лагеря для работников бюджетной сферы, вы не поверите, практически у нас, мы их не закупаем, мы не могли в последнее время устроить ребятишек, найти ребят. Я опять благодарна родителям, я думаю, прежде всего начинают люди отдыхать, наверное, вместе со своими семьями, выезжать, более индивидуальный отдых. Но вот очень востребованы лагеря дневного пребывания. Вот что востребованы, вот это да, на сегодняшний день. То есть, а загородные меньше популярности пользуются, плюс ко всему они дороже. И вы знаете, но вот вместе с тем, вот те категории, о которых я сказала, нуждающиеся в защите государства, есть ребятишки, которые по состоянию здоровья, они должны получить дополнительное лечение, есть возможность с сопровождающими, причем есть как на полностью бесплатной основе, так и с частичной оплатой. То есть, абсолютно разные формы здесь есть работы. Вот это востребовано на сегодняшний день. Хорошо, но вы сказали, вот 100 человек от нашего района детей поедут в Крым. Так точно. То есть, это куда они пойдут? А мы так и не можем сказать. Почему? Потому что полностью комплектует Министерство социальной защиты. Но я хочу сказать, что здесь рассматривается полностью пакет по расходам. То есть, начиная от трансфера в аэропорт и заканчивая приездом домой. Соответственно, как правило, все детки летят самолетом, организуют. Здесь входит проплата и связанная с сухими пайками, и сопровождением медработниками, безопасности, отдых непосредственно на месте в Крыму. Мы об этом узнаем, честно говоря, уже буквально вот за несколько дней. Поэтому заранее в управлении соцзащиты, управлении образования комплектуют эти списки. Мы уже смотрим и, соответственно, уже рекомендуем кому куда поехать. Я хочу сказать, что если вот какие-то раньше годы, когда начинали работу, были нарекания по организации, особенно, когда вот Крым только что присоединился, сейчас очень подтянули материальную базу. И вот в прошлом году, вот честно говоря, у меня ни одного нарекания не поступило. Были только вот одни благодарности. Родители звонили, говорили спасибо. Ну, а наш район Побратимсарский, там как это? Я еще раз говорю, у нас 70% субсидий централизованы в Московском области. Мы когда говорили, мы охватывали значительно больше. За счет чего? За счет того, что проезд мы переносили на родителей. Но мы хотели, чтобы как можно больше детей у нас отдохнуло на море. А сейчас вот получается 70% детей, вернее, неправильно говорю, 70% субсидий на 100 детей. Ну, честно говоря, из муниципалитета, вот даже нам немножко, мы же за счет этой субсидии проплачивали и питание в лагерях дневного пребывания. Здесь я вот благодарю прессу-главу района Валерия Васильевича Гаврила, он нас поддержал, финансовое управление тоже здесь, что не дали нам возможности сократить количество гредневного пребывания, которое так востребовано в районе. Хорошо, Елена Александровна, вот вопрос поступил по интернету от Елены Павловны. Елена Александровна, добрый вечер, не подскажете, почему у вас преподаватель начального класса, внуковская школа первого класса, во время учебного года уехала отдыхать за границу, и это уже не первый случай, мы знаем, что это не по здоровью. Ну я думаю, что в любом случае мы разберемся, здесь посмотрим, потому что бывают разные и семейные обстоятельства, надо знать все нюансы, потому что мы можем знать ту информацию, которая на поверхности, обязательно я с этим вопросом буду разбираться. Хорошо, ну класс назван, школа тоже. Да, да, здесь все понятно. Фамилия не названа учитель. Нет, информации достаточно для того, чтобы мы... Елена Александровна, вот продолжение темы летнего отдыха. А что касается занятости, не обязательно отдыхать, то есть трудоустройство будет идти? Совершенно верно. Управление по делам молодежи также на уровне программы 10 лет, заложенных в нашей программе по молодежной политике будет продолжать эту работу по занятости. Более того, эти полномочия есть еще и наших главпоселений. И они нам дают информацию, что и как они будут организовывать работу на местах. На сегодняшний день такую сводную информацию готовит управление образованием. И, естественно, в основном это работы будут по благоуниверситетам, а всегда это работы последние годы у нас по благоустройству. Ну, а на предприятиях, наверное, все-таки это гораздо сложнее, да? Ну, дело в том, что на предприятиях это не просто и организовать. Вот даже смотрите, предприятия не очень хотят браться за эту работу. Вот на сегодняшний день управление по делам молодежи, ведь практически 11 документов надо подготовить сегодня в соответствии с действующим законодательством, кроме, ну, вот в том числе это заявление, конечно, но вот надо, чтобы ребенок прошел медицинский осмотр, и надо справка, чтобы было, и чтобы было зарегистрировано в налоговой инспекции, и чтобы, ну, очень много вопросов. И предприятиям, конечно, но это неэффективно работает. Потому что ребят надо учить. Просто получается, ну, вот с каждым годом все больше и больше это заформализовано, все больше требований каких-то. Ну, вспомните наши годы. Ну, конечно. Все было гораздо проще. А вы вспомните, что у нас еще и работали ребята младше 14 лет, а сегодня зарплата, выплаченная ребенку, младше 14 лет, считается нецелевым, и, соответственно, не только возврату подлежит бюджет, но еще штрафуются лица, которые допустили несовершеннолетних к данной работе. Считаю категорически это неправильным, но это мое мнение, а законодательство мы обязаны исполнять. А потом мы говорим, почему у нас дети не любят работать, потому что мы их не приучаем этому делу. Вы знаете, было вот когда подведение итогов, и вообще, когда были жалобы, допустим, в Министерстве образования на нас за принуждение к труду, то есть, когда просили, ну, поручали в классе, в школе убраться, некоторые родители писали за принуждение к труду, а убрать за собой, ведь это тоже процент, процесс и элемент воспитания. Вот, ну, не всегда это складывается с нашим мировоощущением. Если мы хотим нормальных себе, нормальную смену воспитать, обязательно, ребят, надо не только обучать грамоте, но приучать к труду. Понятно. Мне просто кажется, все это связано с тем, что количество всяких инспектирующих, контролирующих органов растет, поэтому каждый пишет свою директиву. Не хотел бы комментировать. Исходя из этого, поэтому... Но мы все равно и в этих условиях все организуем, преодолеваем все трудности и организуем работу и отдых детей. Просто, наверное, в соцсетях вы, наверное, читаете, что ругают Советский Союз за все, а что было? и все с воспоминаниями, как было и как стало. Так, хорошо, есть звонок, слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. у меня отказывают в статусе многодетной, а у меня старший сын ходит в школу. Я хотела просто спросить, куда мне можно обратиться? Нужно обращаться непосредственно в управление социальной защиты Складчиковой Ирины Викторовны. И непосредственно к ней, у них есть часы приема, обязательно она примет, внимательно рассмотрит, в чем причина. Но мы знаем о том, что многодетно признается семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей. Но здесь непонятно, если старший ребенок еще школьник, здесь нужно смотреть конкретно. Я считаю, что этого просто не может быть. Потому что по законодательству семья, имеющая трех несовершеннолетних детей. Естественно, надо приходить с документами, с паспортом, свидетельством о рождении. И я думаю, здесь справедливость и срежество будет. А почему так трактуется? А если, например, там... Михаил Николаевич, вопрос не по адресу, вопрос к нашим законодателям. Конечно. Можно сделать запросы в Государственную Думу, мы здесь... Есть трое и больше детей, значит, многодетная семья, нет? Почему обязательно бонус? Если есть, опять-таки, совершеннолетний ребенок, который, как только 18 лет исполняется, все уже... Статус многодетной семьи. Да, да, к сожалению. Хотя она фактически остается... Она остается тоже самая. Потому что многие детки, родители поддерживают детей, после этого надо получить специальное образование, да, и поэтому, конечно, здесь вопросы есть. Хорошо, Елена Александровна, ну, судя по тому, как вы дали щепочную информацию, звонков-то нет по поводу летней оздоровительной кампании. У меня вопрос о том, ваше мнение о том, как у нас реализуется молодежная политика в районе? Вы знаете, ну, я считаю, что то, что молодежная политика у нас действительно реализуется и эффективно благодаря управлению по делам молодежи. Но все равно проблемы на сегодняшний день и есть. В связи с тем, что, опять-таки, эти полномочия делегированы в соответствии с 131-м федеральным законом о местном самоуправлении, они делегированы на уровне, соответственно, городских и сельских поселений. Конечно, когда ресурсы объединены, было работать проще. За множеством текущих проблем, которые ложатся на городские и сельские поселения, конечно, наши главы занимаются молодежной политикой. И, честно говоря, чувствую эту проблему на уровне страны. На сегодняшний день уже один из показателей работы с молодежью включены тоже и в указы президента. Вы знаете о том, что есть такое понятие, именно эффективная политика в государстве и определены указы президента, есть соответствующие показатели, по которым действительно рассматриваются территории, в том числе и по работе с молодежью. И как только этот показатель, и главы стали в поселениях отвечать за это, я вам хочу сказать, сейчас вот прям буквально в течение первого квартала благодарю глав, что услышали нашего президента Владимира Владимировича и изменили свое отношение к молодежной политике. Вы знаете, ну пользуясь возможностью, буквально... А проблема кадров существует? Вы знаете, самая большая проблема в молодежной политике это уровень заработной платы. Средняя зарплата учреждений, их на сегодняшний день средняя, прислушайте, 17 тысяч. Если в учреждениях культуры, образования, указами президента предусматриваются достаточно высокие, ну от 40 тысяч и выше заработная плата в молодежной политике и учреждениях спорта остается она невысокое учреждение молодежи политики средней зарплаты 17 тысяч рублей. Сейчас глава района Валерий Васильевич Гаврилов дал поручение мне управлению, соответственно, финансовому управлению, с тем, чтобы рассмотреть все-таки систему и поддержать тех сотрудников, кто работает в этом направлении. Это очень-очень важно. И глава это понимает. И мы, конечно, должны продумать систему поддержки специалистов, работать с молодежью непросто. Надо быть по многим вопросам впереди, для того, чтобы повести за собой ребят, чтобы ребята пошли за своими вожаками и лидерами. Ну, действительно, ведь воспитание не заканчивается только в рамках школы, то есть за школой... Конечно. Конечно. Гораздо больше времени не проводится вне стеркви. И пользуюсь возможностью хочу обратиться с благодарностью к руководителям среднеспециальных высших учебных заведений Василия Константиновича Барина. Сейчас меняется руководителем в Старханском техническом университете. Наш индустриальный техникум. Работаем в теснейшем контакте. И вот благодаря тому, что вот именно с молодежью, студенческой, общественной, есть целые программы, целая у нас программа поддержки молодежной политики. Вот. Есть целое направление работы. И здесь, конечно, я опять-таки благодарю всех, независимо от ведомственной принадлежности, что мы все вместе работаем. И опять-таки есть результаты. И это видно на уровне, не то, что я сама себя хвалю, нас оценивают сейчас по всем показателям на уровне региона. И вот когда мы зачастую там мы всегда в тройке сильнейших, это важно. Понятно. Ну а вообще насколько это необходимы вот эти постоянные рейтинги, рейтинги, рейтинги? Вот за ними не теряется вообще постоянная работа такая, что отчет, отчет, отчет. Вы знаете, дело в том, что нет вообще в жизни социальной нет мелочей. И это позволяет нам увидеть те направления, где нам нужно подтянуться. Мы видим себя в сравнении с другими районами, и вот мы достаточно ревностно относимся. Почему, если не дай бог, мы там не в тройке или не в пятерке лучших. И подводятся когда итоги мы еще смотрим, когда у нас... Порой показатели, допустим, возьмем любой район, да, там было, например, 20 человек задействовано, а стало 25. Рост какой процент, да? Ну, совершенно верно. Вы знаете... 10 процентов, да? А у нас, допустим, было тысяча, а стало 1050. Сколько? Я с одной стороны можно было согласиться, и мы об этом постоянно говорим, нельзя сравнивать того же Власиху, Котельники, где полтора дома и 100 жителей, да, с тем же самым Дмитровским районом, у которого 215 тысяч квадратных километров, да, нельзя сравнивать территории, где 440 населенных пунктов, самая большая протяженность дорог. Нельзя сравнивать. Ну, а с другой стороны, это тоже подстегивает нас. Все равно мы должны быть первыми. И вот я благодарна всем руководителям, и, конечно, благодаря Валерию Васильевичу, которому он умеет подсказать и нас всех воодушевить, чтобы мы действительно вот все время были в тройке лидеров. Хорошо, Елена Александровна, вопрос, ну, может быть, не совсем по теме, но, тем не менее, это то направление, которое вы курируете. Татьяна спрашивает, моей дочке летом будет 3 года, в управлении образования нам сказали, что в сад по прописке на Махалина мы не попадем. И не факт, что попадем туда переводом. Также говорят, в ближних садах таких, как Насеренева или Янова. Что-то по этому поводу. Ну, во-первых, могу сказать, что все дети, начиная от 3 лет до 7, обязаны попасть в дошкольные учреждения, потому что, в соответствии с федеральным законом образования, у нас образовательный процесс начинается с 3 лет. Более того, у нас на выходе еще, или нет, неправильно, на подходе еще одно дошкольное образовательное учреждение, детский сад номер 24, и я думаю, что все-таки нам удастся в этом году еще ввести и этот детский сад. Это, который на Гравийной? Да, совершенно верно, на Гравийной. Но на сегодняшний день сказать, что не попадете, ну, такого просто быть не может. Нет, она говорит о том, что не по прописке, а достаточно далеко ездить. Знаете, дело в том, что бывает, что мы сначала каким образом рассматриваем привязку к месту жительства, но часто родители просят еще детский сад, допустим, не рядом с местом жительства, а с местом работы. Вот, поэтому мы сначала предлагаем рядом с местом жительства, но вот у нас большая проблема, честно скажу, в четвертом детском саде, потому что там большое количество многоэтажных жилых домов. И получается, у нас в соответствии с федеральным законодательством есть большое количество категорий, которые мы должны вне очереди предоставлять места. И они практически вот всю квоту вот в детский сад забирают. Это и детки из многодетных семей, это дети военнослужащих, дети работников внутренних дел. Ну, там цело 18 категорий. И у нас получается, что мы должны предлагать, потому что и сиреневой не хватает, и мы вынуждены предлагать максимально приближенные к месту жительства или ищем к месту работы, вот такая проблема есть. Поэтому у нас обычно после майских праздников проходит комиссия, где мы рассматриваем практически все заявления. И, соответственно, уже в июне месяце мы вывешиваем на сайте управления образованием и также на досках объявления в управлении образованием и в ДК современник проводим выдачу путевок. И бывает такая ситуация. Мы путевочки выдали. И потом есть такое время, когда обязаны родители заявиться. Оно, к сожалению, появится в этом дошкольном учреждении, к которому приключены. Проходит время, если родители не приходят, вновь комиссия собирается, и мы вновь смотрим, как передвинуть. И мы всегда, вот, я имею в виду, мы это управление образованием, наша комиссия всегда смотрит, и мы максимально стараемся встать на сторону прежде всего ребенка. И бывает, что если в этот год ребенок не попал, и в первую очередь мы собираем заявление и именно смотрим, чтобы максимально приближено к месту жительства. Понятно. Ну, это вот к чему идет разговор о том, что все-таки садики нужно строить там, где большое количество многоэтажных домов, там же, наверное, в первую очередь было. Ну, надо... А у нас, получается, дома строим в одном месте, садики строим в другом. Ну, мы давайте сейчас не будем это комментировать. Детский сад на улице Космонавтов, вы помните, когда был запланирован еще в советское время, вы помните, когда строился микрорайон Космонавтов, расширялся. И вот эта площадка, вот спасибо жителям, которые услышали, ну, проводили сход, тоже он проходил неоднозначно. Те, у кого выросли дети, говорили, что детский сад не нужен, а родители, которые очень нужен детский сад, говорили, что детский сад нужен, а хотя он по генплану, он там у нас, извините, уже более 40 лет там стоял. Вот. Ну, мы, слава Богу, построили. И у нас вот тоже большая благодарность к родителям, которые поддержали управление образованием, сейчас принято решение о том, чтобы передать Министерство обороны войсковую часть. Вы знаете, с 2009 года у нас закрыта часть, 1 декабря 2009 года. Мы сразу же, с 2010 года, сразу вот Валерий Васильевич начал писать письма в Министерство обороны, и только-только нас услышали, и сейчас принято решение о передаче вот этого войскового, здания войсковой части в муниципалитет. И Валерий Васильевич принял правильнейшее решение передать это под нужды образования. Там будет у нас, мы хотим сделать и кадетскую школу, вернее, школу с кадетскими классами, потому что только такая форма. Мы сначала хотели кадетский корпус, когда мы начинали, это все писали, кадетский корпус, ну, по законодательству муниципалитет мог организовывать. А вот уже сегодня сгодовались такое, что только образовательная школа с кадетскими классами. Но у нас на сегодняшний день 28 классов, в которых обучается 528 ребятишек. Вот, эта форма очень востребована, поэтому обязательно мы здесь сделаем, что у нас будет и школа, и мы также сейчас уже заявили по поручению главы района, за подписью главы района в Министерство образования ушло письмо наше об изменисении изменений в государственную программу развития образования в Московской области, чтобы и учли вот такое пожелание. Были переговоры с Министерством строительного комплекса, вот пока устно нас слышат и обещали поддержать, потому что в центре города такой объект. И то, что еще раз возвращаясь, благодарю родителей, что пришли и помогли на сегодняшний день в наведении порядка. Сейчас там организована охрана, продолжается вывоз мусора, потому что на сегодняшний день, конечно, за столько времени, пока была эта территория была бесхозной, конечно, вопросов было очень много. Сейчас готовим уже все документации именно к обследованию зданий, и зданий, и чтобы по целевому значению. Последний вопрос по интернету, будем разрешать наш эфир от Екатерины. Интересует вопрос, когда все-таки достроят пристройку к третьей школе на фризерном. Но она соответственно в государственной программе, и мы надеемся, что уже в следующем году она у нас будет обязательно, в следующем учебном году, потому что предусмотрены средства из бюджета Дмитровского муниципального района на завершение строительства этой школы. То есть реально работы должны начаться в ближайшее время? Нет, а дело в том, что было сейчас, вы знаете, два года... То есть учебный год 17-го или 18-го? Здесь мы думаем, что это следующий 18-19 учебный год. Почему? Потому что сейчас опять проводится обследование, два года стояло фундамент, это остров уже там начало, знаете, здания, да, поэтому и сейчас работа в этом году начата. Галина Александровна, какие будут у вас сообщения, пожелания? Ну, хотелось бы еще сообщить, что мы принимаем участие очень во многих программах на сегодняшний, есть такие приоритетные направления в Московской области, как вы знаете, что мы заняли второе место в Московской области по развитию организации в сфере туризма. В результате нам должны выделить определенную сумму. Сейчас идет согласование на организацию пешеходных и велосипедных маршрутов по городу, для нас это тоже важно. Мы вошли также в программу по перезагрузке библиотек, мы также в программе по подготовке к чемпионату мира по футболу, потому что об этом уже говорили, показывали. Стадион Яхрома, он будет одной из тренировочных площадок, и на сегодняшний день уже проведены торги, и уже вот начинаются ближайшие дни работы именно по реконструкции этого стадиона. Только 134 миллиона будет из бюджета федерального выделено. Естественно, будет некоторое софинансирование городского поселения Яхрома в этом проекте. Поэтому проектов очень много. Плюс ко всему идет текущая работа, это ГЕО и ЕГЭ. Желаю, прежде всего, всем ребятам хорошо подготовиться к этому важному, значимому мероприятию. Несмотря на это, у нас еще 21 числа, мая пройдет, и фестиваль православных хоров со всей Московской области приедет к нам. То есть у нас будет и активная социально-политическая жизнь, и вместе с тем текущий рабочий процесс со всеми вместе, благодаря, вот у нас есть взаимопонимание, и с предпринимателями, и с руководителями социальной сферы, у всех, у нас есть результаты. Нам не стыдно, мы все вместе можем сделать очень много для нашей земли, для нашей страны. И, конечно, хочу всех искренне поздравить с наступающим праздником, Днем Победы, к которому мы относимся не просто с трепетом, но именно и с гордостью, потому что это наша победа. Ну что ж, этой полезной информацией, добрыми пожеланиями, мы завершаем сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях она сегодня была заместитель главы администрации Дмитровского муниципального района по молодежной политике Елена Александровна Виноградова. Я благодарю вас, уважаемые зрители, за внимание, благодарю вас за участие и спешу сообщить, что в следующем четверг гостем студии станет военный комиссар Дмитровского района Михаил Алексеевич Фотин. На сегодня все, до свидания, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»